Съять меньше Илья Мурзинов начал не сегодня. Когда-то отказался сажать морковь и картошку из-за цены импортных семян. Капусту еще выращивает, на ее семенах получалось экономить. Покупал их в местной западно-сибирской овощной станции. Сорт надежды вырастал, хороший ровный качан. Все качаны похожи друг на друга. Семена были намного доступнее. Теперь, конечно, можно купить эти семена, надежда, подарок. Только там вырастает непонятно что. Вы перешли на иностранные семена, да? Ну да. Семена уже подорожали вдвое, но выход фермер нашел. Сеять зерновые, ими кормит скот, который потом продает. Оборот позволяет выращивать овощи. Семена зерна, по словам властей, у фермеров закуплены. Эту посевную проведут, я надеюсь, без срывов. Дальше будем смотреть, потому что по многим культурам семян нашей селекции российской, фактически нет, если брать тот же картофель, если брать сою, если брать кукурузу, подсолнечник. По словам фермеров, самый импортозависимый – подсолнечник и рапс. По данным краевого ментельхоза, доля зарубежных семян по ним – 18,6% соответственно. К нам завозят отдельные партии гибрида кукурузы. А эксперт одного из местных агроцентров, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что отечественных семян сахарной свеклы – лишь 5%. Казалось бы, важные для России культуры должны выводить у нас, и эту работу ведут. Но после последней аграрной реформы – гораздо в меньших объемах. Раньше была сеть аграрных центров, но потом их начали объединять с научными. В этом занимаются селекции семян овощей, и есть еще два учреждения. Центр агробиотехнологии выводит семена зерновых и зернобобовых, а Институт имени Лисовенко – садово-плодовые культуры. Наши аграрии готовы покупать больше неимпортных семян. Но все непросто. Семена выводят несколько лет, к примеру, свеклы – два года, а селекционеры – специалисты штучные. Это сейчас самая, наверное, востребованная профессия. И хотя выпускают агрономов не меньше, чем в СССР, в научные институты сельского хозяйства и селекционные центры, где выводят семена, приходят единицы. Дело в зарплате и состоянии сферы. Хотелось бы, чтобы дальше шла модернизация технического оснащения. Процесс создания сортов очень сложный. Это гибридизация, где намечаются родительские формы. Пыльца с одного растения переносится на другое растение. А еще минус отечественной селекции – непакетное обслуживание. За границей вместе с семенами со скидки предлагают удобрения и химзащиту. У нас такого нет. Но Минсельхозкрая санкции не пугают. В 2022 году посевная площадь сельхозкультур составит 5 с лишним миллионов гектаров. Это на 32 тысячи гектаров больше, чем в прошлом. Вырастут площади сева зерновых и зернобобовых, сои, овощи бахчевых и картофеля. Чиновники уверены, у нас достаточно конкурентно способных сортов семян. Эксперты оптимизм не разделяют. Если не начать вкладывать в развитие отечественного семеноводства, проблемы с дефицитом культур мы почувствуем. Не сейчас, так уже через год. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.